как всегда на месте привет николай брат привет селезнева ольга ухты красноярск новичок красноярск это здорово что красноярск красноярск это не замерзающий не сей так арсен привет ольга доброго дня так интернет работает медленно ухтыяров козахстана так еремин привет из катеринбурга спасибо за и катеринбург кружомова добрый вечер скажите пожалуйста когда лучше пересаживать три абрикоса один больше другие маленькие высажены это весной из косточки одна слева волочные они небольшие может маленькие ставить до весны а большой абрикос не поздно пересаживать у меня два абрикоса растут через какое расстояние посадить во второй ряд так где его я забыл откуда вы чем севернее тем чем южнее тем больше природа сама регулирует высоту и объем давайте так осенью вообще ничего не пересаживать для вас еще подрастут зиму перезимует целенькие не тронутые весной пересаживайте и даже большой не трону не связывайте с ним осенью нет необходимости пересаживать бывает необходимость вот сергей залезов сейчас несколько сотен выгибает посадит горшки на весной их привьет причем никогда не бывает смертей и сотен ни один не погибает но понятно все делается во время а осень это вынуждено зато весной поливая они уже за зиму осенью зима ранее весна уже укоренятся вот этим а потом уже знаете как уже к осени вот получается фактически код сэкономили один год прошли эти самые сеянцы осень их пересадил к осени второго года полутора двухметровой мощной саженцы сколько вас водил пасть питомников так причем гордо видели что творится этим выкопать проблему в горшок немножко сдерживает рост а так то и он получается что мой совет у вас не трогать осенью только по необходимости необходимость бывает промышленного питомника как уже так марина малькова всем здравствуйте курган привет всем я на работу подпёрл ты посмотрю в записи давай удачи вам подработать литина васильевна добрый вечер я как-то прислал фото абрикоса вырос у вас хвостик на ватсап из присланных 33 штуки выросли 24 они подросли скажите надо ли их укрывать на зиму от мороза очень важный вопрос спасибо что спросили вы мне прислали ассорти номер два соседи спрашиваю какой сорт я не знаю что им сказать смотрите ассорти это реально выглядит так берет ребенок как правило у меня дети этим занимаются ну деньги всем нужны вот другое дело знаете на что они тратят это ужас какой-то испорченные дети знаете что такое что они едят что они пьют вот да ладно отвлекся ассорти номер два это сыновья манджорского абрикоса вот он ведет и под каждого дерева в виде то что с одного поднял 50 кладов другого 100 с третьего 300 с четвертого 2 2 плодика смотря какой рано повыносил которые только упали упавшие только упавшие это есть ассорти смесь это все манджорские абрикосы результаты будут совершенно разные это понятно в этом их и прелесть спасите спросили какой сорт отвечаете манджорский гибридный . как просите у соседа они себе заказывали ребенка допустим будущего варианта нобелевской премии нет они заказывали ребенка здоровенного такого будущего этого самого там олимпийского чемпиона по борьбе или по боксу нет попробуйте вырастите чего вырастет никто не знает так и тут вот получается что ничего страшного в этом нет большинство из них дадут прекрасные плоды да это манджорцы да это гибридные манджорцы плоды вот от 20 до 15 до 40 грамм большинство из них будут съедобные не говорю чисто сладкие съедобные часть они будут абсолютно сладкие вот и в этом вся их прелесть почему потому что это значит что у них есть отцы актуации никто не знает и можно ждать таких чудес что вы валентина двадцать четыре штуки двадцать четыре вы представляете дойдут до по отношению да вы можете кукиш показывать даже ближайшие опытные станции научно будете кукиш показывать и пусть они к вам приедут и вы будете говорить да значит растишь тут растишь от вас толку не дождалось от зональной станции садоводства прости что ты понимаешь за вас вот а теперь делиться с вами еще ну а дальше конечно поделитесь куда вы делитесь вот примерно так каком возрасте пересаживать после первого года это идеальный возраст но весной не получилось ну двухлетку не получилось трехлетку но когда все сильнее надо резать мой канал посещайте там буквально вчера я мой брат выставил мой фильм оформил выставил там там слова обрезка прямо в названии фильма люди приехали накопали вместе вместе с горшками и несмотря на горшки я все равно половину кроны 1 3 или половину кроны отрезал вот то есть пересаживать можно но только чем мощнее саженец тем сильнее обрезка так вадим новосибирск если привить сварок на сеянец усилийская груша будьте добры плоды а так у меня так и есть вы знаете для меня усилийская груша это универсальный подвое я ни на что другое не поливал потом достаю я сварок сварок я доставал как у меня через один дом буквально рядом это сварок потом вычислила его уже сама автор сварога одна из трех авторов этого сварога которая сама сибирячка в этот самый институт имени лесовенко в барнауле это значит начальник этого сорта но она третий мое дело было аронировать ее в сибири она это сделала она приедет ко мне да это мой сварок а сварок я раздобыл не у нее а у соседей через участок у царского небеса моего друга Володи вот и вот у них было молодое дерево плоды были 300-400 грамм причем хозяйка сказала так чего да это мелочь вы знаете какие они были двумя годами раньше 500-600 грамм зачем не верить когда передо мной вот такие плоды вот такие вот да я ем и захлебываюсь от сока как я их ел вот что интересно наверное все таки да подвое влияет ведь это был сварок на чтобы привить я не знаю его занимались этим но не но не на усуику этим занималась это самая байкова и кажется чем минусинская станция занималась распространением саренцев именно сварога на что привали не знаю я привал на сельс когда у меня дожили молодые деревья до плодоношения я никогда не преувеличиваю ничего не выдумываю у меня уже такой вкусноты как я обжирался у соседа царского небеса вот уже такой вкусноты не было но они были приличного вкуса все-таки приличный вкус а дерево росло-росло-росло давало гигантские уже 10-летние 15-летние дерево давало такие урожаи что дерево не было видно вообще но тут уж сахара явно не хватало оно стало практически несъедобным тогда я снова вырастил молодежь опять съедобная молодежь подросла опять несъедобная я выращиваю опять молодежь опять съедобная на 3-4-5 год жизни плодоношения опять несъедобная вот так я с ним воевал значит наверное сварог если бы был посажен посмотрите у него два родителя у сварога первое это уссурийская груша заметьте это масло масляное на уссурийскую грушу прививаю дерево которое наполовину уссурийская груша а второй это шикарная груша французская из Франции да а теперь представим себе что я бы взял веточку этого сварога у себя у меня на одном дереве порядка 200 черенков на прививку мне столько и не надо я знаю что они столько не купят а теперь представим себе что я бы раздобыл бы во Франции этого родителя вряд ли он может добыть в России вот добыл бы этого родителя в качестве сеансов может быть и семян может быть так вырастил бы и на них привил уже на французского уже не на маму а на папу наверное он был бы вкуснее а истина где теперь смотря на что прививать я говорю а когда-то знаете вот как бывает так что пожило дерево на дико подвое и мне кажется оно перенимает можно столько и сточно и теперь можно рискнуть и поливать уже на культурную грушу а теперь возьмем сварога и привем на семена у меня же есть семена культурную грушу вы поняли к чему я клоню? а? догоняете? я же семена вон они груши шикарнейшие а я же всем говорю вот тут мне черцевину ешь хоть лопни черцевина моя и вот я сейчас коплю коплю эти семечки а теперь кто-то вырастет особенно южная половина России вырастет кто-то у меня закажет эти же груши сладкие то есть от сладкой груши семечки так? наверное какая-то степень морозостойкость ей передалась наверное морозостойкость передалась вот и наверное сварог будет вкуснее поняли к чему я клоню? пробуйте так Вадим как мог ответил Валентина Васильевна посажены были весной ну прекрасно значит однолетки значит лучше меньше болеть будут а то пересаживайте в двухлетнем возрасте что думаете там попробуйте выкопать нормальную мощь саженную двухлетку это свой рост выше это скелет вот такой вот это корнище вот такие и у них нет в двухлетнем возрасте пересаживать не спрашивай амрикос это сливая яблони неважно пересаживайте в двухлетнем но у вас наверное вот такого супер специалиста они как буду чуть выше колено понятно как может видели как женщины жалуются что же делать то они такие маленькие как не пересаживать и у такого специалиста выращивать не умеет Developer они за два года вырастут выше колена чуть чуть и теперь черепи пересаживайте А я виноват, что у меня за год вырастает до двух метров? Видели же фильмы? Так, идем дальше. Вадим, есть очень интересный сайт. Сравнение климата городов. Там температура, погода, осадки, освещенность. Ну, а дальше он молодец, Вадим. Вот, везет же мне. В Сочи и Нью-Йорк сравнили. Получается, в Нью-Йорке это теплее. Еще теплее, чем в Сочи. Ох, мое. А мы, Америка. Снег, а дождь. Снег, 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 морозный. Теплее, чем в этот. Ну, спасибо, Вадим. Теперь я буду знать. Шарака, одна от Нью-Йорка еще теплее. Ну, что вы хотите? Гольстрим. Александр. Отзывов один. О чем речь? Что такое отзывов один? Не совсем понятно. Так, Лабаса. Всем добрый вечер. Так, вы знаете, мы закончили. Никто ничего не пишет. Вот. Но мы сегодня все равно 2,5 часа пообщались. Хотя и была задержка. Так. Как заказать семена в каталоге из Рельжева. Это значит, находится это на сайте у Антона Валерьевича. Он из этого, то что в седьмом году нервы мотает с нами. Мы так с трудом включили мы этот. Странсляция. Вот этого практически ничего не имеет. Заказьте семена, он получит свои проценты. Вот. Кроме меня. Вот здесь, вот здесь закажете. Пожалуйста. Вот. Но это еще раз говорю. Это не благотворительность. Человек только сейчас нам написал. Еще раз. Раз больше уже не о чем говорить, да? Казалось бы, не о чем. Вот. Тогда, а, ну-ка, что-то еще. Ну, сейчас, Валентина, сейчас чуть позже. Вот это вот. Вот это вот. 33 куплено. 24. Что еще надо выращаться? И как я убеждаю, убеждаю. И у меня самое обидное, я братом не разговаривался. Обязательно день-два, после вебинара, ни одного заказа. Как будто это колдовство какое-то. Так, читаем, что написала Валентина Вдогонка. Валерий Горисович, вы мне сказали, надо ли укрывать. Ай! Абрикосы очень опасно укрывать. Очень опасно. Вот я их просто сажаю, не укрываю. У меня они никогда не погибают. Но вторая причина, по которой они гибнут, это вовсе не мороз. Тут дело уже не укрытие. А сопревают, понимаете. Но это уже другой разговор. А вот. И... Это я про абрикосы сказал. Груши тоже сопревают. Вот я их тоже не укрываю. А вот сливы и яблони, они как-то не боятся. Снега не боятся. Укрытия не боятся. Но другое дело, все их укрывать, если они достаточно, мы застойте. Еще если семян. В общем, что мог объяснил, что мог сказал. Благодарю за внимание. Заказывайте семена. Может сегодня... А, все тот же разговор, ребята, все тот же разговор. Докажите каталог. Где-то там вы общаетесь в другом месте. Туда прикрепите, скажите. Обратите внимание. Ну, хотите сад иметь. Но не должно быть так-то. Если уже не загорелись, а рядом на десятки сотни этих самых, десятки сотни, только рядом со мной, в садове, нет ничего. А как же так-то? Ведь я же ничего не делаю. И ладно бы я там какой-нибудь особенный, супер, наколдовал, что-нибудь, каким-то небыльным способом привил. Никто не умеет прививать. Так все же это. Это же все так просто. Другая беда, когда потом девать, вот это действительно беда. Ладно. Валентина сказала мне спасибо, значит, ей все понятно. Сейчас я посмотрю. Секундочку. Ну, тут есть несколько по мере незнакомых. Вот. И это мне очень нравится. И это мне очень нравится. Александр Алексеевич Ребрик на месте. Для меня это как это. Если Ребрику интересно, ну, шутка, это главный редактор журнала. То какого журнала? Если ему интересно, значит, как это самое, значит, как говорил Сталин, наше дело правое, мы победили. Все. Заканчиваем разговор. Благодарю за внимание. Будем прощаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...